Сразу в три села Ульяновской области пришел природный газ. Голубое топливо стало доступно жителям сел Чуфарова, Черекеева, Маинского района и деревни Тимофеевка, Целенинского района. В торжественных мероприятиях приняли участие губернатор Алексей Русских и генеральный директор Газпром Межрегион Газ Ульяновск и Газпром Газораспределения Ульяновск Владимир Камека. Работы еще прицает очень много. У нас порядка 80% газифицировано по области. Но я уверен, что пойдет 2-3 года и все 100% будут газифицированы. Специалисты Газпром Газораспределения Ульяновск за короткий срок ввели в эксплуатацию новый межпоселковый газопровод протяженностью более 33 километров, а также 18,8 километров внутрепоселковых сетей. Все объекты были построены в рамках программы развития газоснабжения и газификации Ульяновской области. Таким образом создана техническая возможность для подключения 516 домовладений и двух соцобъектов. Газ в селе мы все прекрасно понимаем, что это другой уровень жизни. Это возможность развития малого среднего бизнеса. Мы думаем, что в те населенные пункты, в те села, куда приходит газ, там жизнь играет другими красками. Сейчас в трех населенных пунктах жители 38 домов уже пользуются природным газом. В числе первых Елена Петровна Лазарева, три сына которой являются участниками специальной военной операции. Как староста села она выразила надежду, что с приходом голубого топлива не только будет тепло и уютно в домах, но и в селе будет оставаться молодежь. Мы в 90-м году сюда приехали и вот как печь поставили, так и дровами топились. Во-первых, это неудобство очень большое, все равно и пыль, и копоть, и все. Печка есть, она печка. А потом дрова тоже стали дорогие, потом их надо перепилить, переколоть. Все остальное, и печка сама не топится, ее надо истопить. Но и потом, пока печка горячая, дома тепло, а это круглосуточно тепло, очень хорошо. Также в деревне Тимофеевка в рамках дегазификации социальных объектов был подключен к системе газоснабжения фельдшерско-акушерский пункт. В учреждении получают медицинскую помощь более 130 жителей из 8 сел. Ну, сейчас, конечно, очень хорошо. И спасибо, значит, всем, кто принимал газификации медицинского пункта и села. Хочу сказать большое, огромное спасибо человеческое. Владимир Камека напомнил, что на территории Ульяновской области продолжается программа социальной газификации. От населения принято почти 8 тысяч заявок. Более 50% из них уже пользуются природным газом. У нас сегодня в работе 4 межпоселковых газопровода. Как только эти газопроводы будут сдаваться, мы выходим на строительство внутрипоселковых сетей и начинаем подавать газ потребителям. То мы идем в графике, подписанном между губернатором Ульяновской области Алексеевичем Русских и председателем правления Алексеем Борисовичем Миллером. Все обязательства стороны выполняются. Губернатор Алексей Русских напомнил, что при подключении газа некоторые категории граждан могут воспользоваться льготами. Продолжает выделяться адресная материальная помощь жителям на газификацию домов. Да, у нас принято решение о выделении для семей, которые имеют недостаточные доходы, для ветеранов, боевых действий, прежде всего ветеранов Великой Отечественной войны. До 100 тысяч рублей через наши социальные службы выплачиваются деньги как раз на внутренние сети, на приобретение оборудования. Кроме того, продолжает работу мобильный офис «Газпром» газораспределения «Ульяновск». Он выезжает в отдаленные села для сбора заявок, чтобы жителям, особенно пожилого возраста, было удобно. Ирина Антонова, Олег Тоньшин, Уллправда ТВ.